Я хочу с вами сегодня порассуждать о вере. Я вам обещаю, что сегодня вы увидите, может быть, то место, которое вы очень хорошо, ну, много раз читали, хорошо знаете, немножко по-другому. И мы с вами обязательно, так как я же гость из Израиля и учила там в Ульпане язык, я вообще не учитель еврита и вообще не могу сказать, что у меня какой-то там уровень. Такой, чуть-чуть, кцат-кцат. Но мы выучим с вами сегодня очень важное слово на еврите. И я надеюсь, это слово потом будет влиять на вашу жизнь, потому что, ну, вообще все влияет на нашу жизнь. А еврит, он такой очень интересный язык. И не только потому, что это язык Торы, это язык Божьего народа. Он такой, знаете, он тоже создан, потому что люди верили. Просто люди верили. Верили в Божье Слово, в Его обещания. Верили, что когда был Иерусалим разрушен, когда Эрит Израиль была захватывалась, она буквально передавалась из рук в руки. Это земля многострадальная, на которой очень пролито много крови. Вообще много жизней человеческих прошло через эту землю. Но были такие люди, которые всегда верили, что Бог восстановит свое государство, свой народ, свою землю, свой язык. И вы знаете, когда все это произошло, мы знаем, в 1948 году, хотя это вообще сложно представить. В наше время новые государства не появляются, а старые особо не восстанавливаются. Но это произошло. И мы с вами являемся свидетелями этому. Тому, что Божье Слово, Его обетование не дай аминь. И все, что нужно, это к Божьему Слову, к Божьим заповедям, к Его обетованиям, к Его пророчествам, это добавить нашу веру. И вот сегодня я хочу с вами поговорить именно на эту тему, что же такое наша вера. И вообще, ну, что это, что это, что это? Вы знаете, что какие-то вещи, они просто вот, была у меня болезнь, я получила исцеление. Это видно. Я могу пойти к врачу и получить, да? Может быть, у меня не хватало физической силы, я пошла там где-то что-то, позанималась в спортзале, я стала сильнее, да? Мы можем физически замерить какие-то параметры. Но веру, по большому счету, мы с вами замерить не можем. Мы не можем знать, какая вера сегодня у Василия. А я думаю, у него сегодня она очень поднялась, да, Вась? Поднялась? Она была мать? Она поднялась. Это все к тому свидетельству, которое он потом вам расскажет, которое нельзя рассказывать в прямом эфире. Я немножко, немножко, но я по-другому. Просто он уже со мной поделился, и я очень вдохновлена. Вы знаете, вера, я не знаю, какая вера у Сергея. Он сейчас служит в ЗСУ. Его, заканчивается его отпуск, ему нужно ехать. И я думаю, что его вера тоже нуждается, да, чтобы она поднялась. Потому что, знаете, ну не едет он туда цветы нюхать, а едет защищать нас с вами. Поэтому обязательно давайте будем молиться за наших ребят, которые защищают нас сейчас, которые просто буквально физически платят цену для того, чтобы мы с вами могли собираться в таком прекрасном зале и чувствовать себя хорошо. Вот. Ну и я хочу, так как я гость из Израиля, буду этим пользоваться, чтобы мы с вами сегодня обратились к писанию, посланию Иакова. Объясню, почему. Потому что Иаков — это один из апостолов, брат Ишо, который, мы знаем, апостол Шауль — это апостол язычников, Пётр — апостол камень. А про Иакова мы как бы мало чего знаем. Может быть, вы больше, я не так. Но на самом деле Иаков — это был такой, знаете, очень верный Божий служитель, потому что больше 20 лет он возглавлял первую мессианскую общину в Иерусалиме. И потом был трагически, ну, его убили за веру, и у него было прозвище, то есть в Израиле очень любят давать короткие имена и прозвища. И вот Иаков, его называли Цадик, Праведный. А почему Праведный? Он как бы не мог получить такое прозвище, если бы он не был ревнителем Торы, исполнителем Божьих заповедей. И при этом он верит в то, что Ишоа — он Машех Израиля. И поэтому мы начнем читать с первой главы. Я сказала ребятам второй стих, но мы откроем еще первый. Вы можете не открывать, я просто прочитаю. Иаков, раб Бога и Господа Ишоа Мессии, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Второй стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Что хочет от нас Бог? Что хочет сказать этим местом Писания Яков? Он говорит, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Когда мы впадаем в различные искушения, что такое вообще искушение? Когда мы знаем, как правильно, когда мы знаем, что говорит заповедь Божья в отношении той или другой ситуации, а нам хочется поступить по-другому. Но это нам только хочется. Написано, что там в другом месте Писания, что искушение, оно может зачать грех. Но здесь об этом ничего не сказано. Просто апостол Яков говорит нам всем радоваться по этому поводу, что у нас в жизни могут быть искушения. И я вам хочу сказать, что я думаю, самое такое, ну, самое простое искушение, которое постигло наших братьев и сестер сегодня, потому что я была в прошлый раз, по-моему, было больше людей, а может мне так кажется. Ну, это просто очень жарко, и хочется остаться дома. И, собственно говоря, ну, как бы нормальное человеческое желание. Но мы знаем также, что написано, не оставляйте собрания своего, потому что это очень важно, нам иметь общение с друг другом, очень важно смотреть в глаза друг к другу. И обстоятельства каждый раз нас хотят, вот просто когда приходит Лукавый, он максимально хочет верующих людей разъединить, чтобы они там где-то сидели по домам, меньше имели общение с друг другом, а там искушение, а там это искушение рождает грех, и пошло-поехало. Поэтому еще раз вам говорю, что сегодня мы здесь, в правильное время, в правильном месте, по Божьему Слову, по Его заповедям. Поэтому сегодняшнее искушение мы с вами победили, придя сюда, а здесь кондиционер. И нам хорошо. Правда, да? В общем, продолжаем дальше. А, я хотела как бы к этим стихам вернуться. И вы знаете, что нам кажется, ну что может быть лучше? Иерусалим, первая мессианская община, верующий в Ешуа Иудеи, Апостол Павел просто в совершенной воле Божьей. Его называют праведником. Он цадик, цадик. Божья праведность на нем. Что может быть лучше? Но давайте посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Иерусалим. Если холодно, это очень холодно. Если жарко, это очень сильно жарко. Фанатизм и религиозность ортодоксальных евреев, она там зашкаливает. Поэтому быть человеком, который верит в мессию Ешуа, это довольно-таки сложно. Кроме этого, ну может быть, кто был в Израиле, можете мне помахать рукой. Так, отлично, вы понимаете. Ты, когда ходишь по улицам Иерусалима, есть даже такой, как бы, иерусалимский синдром. Там люди просто, из-за того, что, я не знаю, это какая-то такая особенность, но очень многие впадают в какие-то немножко такие непонятные, с ними происходят метаморфозы. И многие люди себя там начинают как-то, ну там, называть машиехами. А в то время постоянно появлялся кто-то, который говорил, я машиех, пошли за мной, я научу тебя, как жить. То есть постоянно поднимались какие-то пророки, машиехи, люди, которые объявляли себя. Ну, в общем, хала-бала. При этом торговля, при этом ходят налоговики. И так, иерусалимские евреи, они были самые бедные, потому что были евреи, которым пишет Иаков, которые жили в диаспоре, их положение было намного лучше. И финансово, может быть, в каких-то там других вопросах социальных они чувствовали себя получше. А евреи, мессианские в Иерусалиме, ну это такие, очень как бы люди, ну такие, глубоко верующие, и иногда не самые богатые, не самые знаменитые. И вот такая община, и при этом постоянно приходят какие-то братья, которые рассказывают, вы так не делаете правильно, вы так делаете, и наоборот, а вот вы не обрезываетесь, а вот наоборот, вы обрезываетесь, а вот вы не соблюдаете, а вот вы соблюдаете. Ну, в общем, вот такое вот. Я вам скажу, находясь в Израиле, посещая собрания, каждый проповедник, который приехал со всех уголков земли, ну, а так как они приезжают, они гости, им дают, вот как мне сейчас, да, гости с Израиля, дают микрофон, и иногда рассказывают такое, ну вот буквально «Саву на глобус» называется. Ну, в общем, это Иерусалим. Значит, ходят налоговики, забирают последнее, кушать нечего, и так небогатые, но как бы вы же теперь римская колония, да, вы должны платить дань. Ходят римские легионеры, ТЦКшники, правильно я сказала? И вот, например, один правоверный еврей, у него дочка в Галилею, у нее день рождения, и решил он ей собрать какой-то подарок и отправить с осликами по новой почте в Галилею. Подарок, он подходит, а там галилей, а там римские ТЦКшники. А он правоверный иудей, который верит в Ешоа Машеха. И вот, представляете, да, и тут вот страх, что тебя сейчас куда-нибудь заберут на галеры, но вера, она делает что? Она делает чудеса, и Бог, он приходит и нас освобождает и спасает. И вот в таком, как бы, вот в таком балагане находится Иаков, праведник, исполняя все законы Торы. Может, это он как раз отправлял дочке в Галилею подарок, не знаю. И он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Убежать от ИЦК, искушения, подраться с ними, тоже, да, есть такое искушение. Я очень все завуалирована. Ну, какое еще искушение? Не дать налоги, вот этим сборщикам подать, подать, да, ну, не дать им, ну, самим мало. Нам еще как-то надо за свечи заплатить, и ослов накормить, и вообще, вообще немного вдов, сирот, их надо покормить. То есть, какое еще может быть искушение? Ну, там, зашел какой-то очень такой престижный, богатый еврей, да, ну, как бы, давайте мы ему, вот, первое место, он даст большую десятину, тоже искушение, дадим ему все почести, а вы там, вот, Аврам, сидите, пожалуйста, сзади, мы знаем, что с вас взять нечего. Искушений, на самом деле, очень много. Они разные, у каждого из нас с вами, они свои. Но что говорит Иаков? Вот во всем, вот в этом, он говорит, когда впадаете в эти искушения, радуйтесь, потому что испытанная ваша вера в искушении мы или доверяем Богу и то, что Он может решить все наши вопросы, доверяем Ему наши какие-то нужды, или мы начинаем думать, как из этого искушения выйти, а как что-то где-то промутить. И Он говорит, что проверенная, испытанная ваша вера производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте. Скажите мне на это аминь. А для чего нам нужна эта полнота? Может, она нам не нужна? Может быть, в тех искушениях, в которых мы сейчас находимся, мы разойдемся по домам и будем думать, как не дать налоговикам налог или как от ИЦК посидеть просто дома, переждать эти бурные времена. Для чего нам нужно проходить испытания, искушения и выходить из этого? Бог говорит, для того, чтобы наша вера, она была проверенная. И вот именно это имеет совершенное действие. для чего? Для того, чтобы мы с вами дошли до той цели, которую Всевышний предопределил для каждого из нас. А для каждого из нас у него есть свой план. И поэтому, когда ты начинаешь доверять Богу вот настолько, ты понимаешь, что, слушай, что бы ни было в этом мире, какие бы ракеты куда ни летели, какие шахеды куда там ни жужжали, Бог сделает именно то, что Он хочет сделать в твоей жизни и привести тебя именно туда, где Он видит тебя в твоей жизни. Я вам скажу, что до 24 февраля я как раз заканчивала коучинг. И коучинг – это все про тайм-менеджмент, про цели, про планы. Ну, в общем, это одно из моих образований. И вот у меня расписано, значит, примерно на год цели, планы, что у меня будет, что я хочу увидеть через год в своей жизни. И я, значит, вот в этом и живу. И тут наступает такой момент, что буквально за две недели мы оказываемся в Израиле. И ситуация такая. Ты никто, ноль, тебя умножили, у тебя ничего нет. Ты приходишь в служение, ты знакомишься, вообще сначала даже не знакомишься, ты смотришь, вокруг тебя посторонние люди, тебя вырвали просто из твоего, ну, как сказать, из твоей мягкой постели, где тебе было так хорошо, уютно. Ты понимал, что ты духовно, какие у тебя планы на духовную жизнь, какие у тебя планы на физическую жизнь. У тебя хороший дом, у тебя хороший бизнес. Все как-то вот, все по полочкам, все правильно, все как надо. И ты вдруг оказываешься в такой ситуации, когда все, нет ничего. Все рухнуло, просто все рухнуло. И я вам скажу, искушений в этом всем было очень много. Это просто каждый день ты просыпаешься, и ты, вдыхая воздух, ты говоришь, Боже, а я буду верить Тебе. Я буду идти за Тобой. Я не понимаю, почему все это происходит в моей жизни, но я буду идти за Тобой. И я вам скажу, что только живая вера, только вера в живого Бога, только доверие Ему, оно может провести тебя через вот такие испытания и искушения. Я не знаю, с чем сталкиваетесь вы. Я знаю, с чем сталкиваюсь я. Я не могу судить уровень вашей веры. Я знаю, что моя вера, она, ну, знаете, как батарейка, она такая была low, совсем упала вниз. И мне каждый день приходилось вставать и говорить Богу, что я не понимаю вообще, что происходит, но я хочу доверять Тебе. И моей веры сейчас нет. Дай мне веру Твою. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами дальше, читая Якова, мы вот прошли это, то есть вы запомнили, что как только мы попадаем в какую-то такую очень буремную ситуацию в нашей жизни, такую вот прям с искушением каким-то, то что мы должны в этой ситуации делать? Я не слышу? Радоваться. Правильно. Значит, вот пошли дальше. Это наш поинт. Мы радуемся. Чему иногда радоваться, да? Чуть и не радоваться. Ты в Израиле. Все хорошо. Тебе, можно сказать, ну да, иногда очень сложно радоваться. И я хочу затронуть такой момент. Почему же Яков, находясь в Иерусалиме, вы знаете, что в Иерусалиме он говорил на арамейском языке и читал слово на иврите, а те люди, которые были в диаспоре, как мы с вами, ну вот я с вами разговариваю, очень хочу выучить украинскую, но у меня это только суржик получается, поэтому пока говорю по-русски. А мы с вами, находясь здесь, мы разговариваем не на иврите, согласитесь. И какие-то понятия для нас, которые на иврите, они непонятны. Я вам скажу простой пример. Я, когда я покаялась, это была Баптистская церковь много лет назад, очень много лет назад, попав в мессианскую общину, это была первая мессианская община вообще в Украине, когда я начала понимать Божьи праздники и что Ишоа именно говорил в этот момент, когда он был внутри этого праздника, я получала просто вот такую вот гору откровений в свою жизнь. Оказавшись в Израиле, и начиная изучить, когда я начала сидеть пять часов в день, пять часов в неделю, на иврите у тебя просто, ты начинаешь писать справа налево, ты начинаешь во все это вникать, у тебя просто пар из ушей. Но я сидела, я получала вот такие откровения, такие благословения, приведу вам так коротко. Например, все мы знаем, это местописание, что откроются окна небесные, и Бог изольет нашу жизнь до избытка благословения. Кто этого хочет? Я, да. Как мы себе это представляем? Не знаю как, да? Ну как-то представляю. Может быть, коробочки спустятся в таком мешке, как у Санта-Клауса. Ну мы же это видели в детстве, да? Нам под елочку так подарки дарили. Или там ковер-самолет прилетит, а на нем там что-то красивое для нас приготовлено. У нас мы все с вами размышляем какими-то ассоциациями. И вот я сижу в Ульпане, и мы учим простой глагол, я вот с вами уже делилась на пикнике, ла-редет, то есть спускаться. И вы знаете, что в Израиле можно только подняться, совершить алию, али, ну в общем подняться. А с Израиля вот сейчас то, что я приехала сюда, да? Или кто-то поехал в Вашингтон, а кто-то поехал в Нью-Йорк, можно только спуститься. И мы такие, ну вы же серьезные ребята? Ну вы вообще как бы, что у вас с самомнением, евреи? То есть туда мы поднимаемся, назад мы спускаемся. Мы совершаем с вами все ла-редет, спускаемся. И точно, когда ты этот глагол учишь, то есть гешем-дош, он всегда юр-ред, он спускается. То есть он не идет куда-то там, знаете, медленно себе моросящий, он юр-редет. И я вам скажу таки да, ты когда вышел, особенно если без зонта, даже иногда с зонтом, ты так вот выходишь, и вдруг окна небесные открылись, тебя просто, вот такое ощущение, что там какая-то была большая емкость, на тебя вот так вот спустился дождь, ты просто не можешь остаться сухим, ни с зонтом, ни в резиновых сапогах, ни в чем. Ты просто мокрый, все, ты весь мокрый. И вот это называется гешем-юред. И так и благословение. Окна открылись, вот так вот они на тебя спустились, ни коробочками, ни ковер в самолет прилетит, они тебя покроют просто, они тебя обволокут эти благословения так, что тебе просто варианта нет от них спастись и куда-то убежать. Поэтому иврит, вот он так буквально передает вот то, что записано здесь. И то же самое касается вот слова, которое мы сегодня, я вам обещала, что мы должны его обязательно выучить. Это слово на иврите имуна. Это слово вира, вера. И есть еврейское понятие этого слова, и есть греческое понятие этого слова. И вот когда Иаков пишет о вере своим братьям и сестрам, которые рассеяны, которые уверовали в Ешоа, он пишет, братья мои, имейте веру в Ешоа, Мессию нашего Господа славы, невзирая на лица. Это вторая глава начинается, послание Иакова. Он пишет, кому? двенадцати коленом, находящимся в растении, радоваться. Радоваться, скажите. Радоваться. Радоваться. Он пишет, по большому счету, нам. Потому что мы с вами сейчас не Алим, а мы сейчас с вами вот здесь, Юредед, мы спустились. Мы не находимся вот там, мы находимся здесь. И он им пишет, знаете почему? Потому что в основном диаспора, еврейская диаспора, исполняя Тору, посещая собрание, они разговаривали на греческом языке, они читали греческие переводы. И поэтому, когда мы в этом находимся, вот это греческое мышление или наши ассоциации представления того, как мы знаем, приходят подарки в нашу жизнь, в виде Деда Мороза, они у нас вот тут вот и вот как бы нас контролируют. А он говорит, имейте веру в Ешоа, Мессию, еврейскую веру. Чем отличается греческая вера от еврейской? Вы знаете, что, сейчас я, еврейское слово, вернее, греческое слово, вера – это пистис, это буквально убеждение в чем-то, что это правильно, это такая догма. И может быть, вы посещали когда-то православную церковь, вы знаете, что у них там есть эти, как они называются, веры, символы веры, да? И вот они провозглашают, символы веры. Может быть, вы когда-то читали книги Дэвида Йонг-Кичо, нет? Читали, да? Ну, я росла на них. И там тоже было вот это вот провозглашение, уверенность в невидимом. И тогда я помню, я сейчас очень слабо помню, это было очень давно, но когда-то там Йонг-Кичо, он писал, что вот он увидел новый велосипед, да? И вот он в него верил искренне, и вот этот велосипед у него оказался. А? А, был беременный велосипедом. И я вот, ну, я вот когда размышляла над этим словом, и я вам хочу сказать, что по большому слову, ну, по большому счету, это пистис, это вот эта уверенность в том, что я прав, в том, что я верю в том, что это истина, и я с этого не поколеблюсь. И скажите, это не работает, это работает. У него был этот новый велосипед, правильно, по книге? Помните, да? Был. Я вам хочу сказать, вера работает, вера работает для людей, которые абсолютно не верят в Бога. Я недавно была у одной девочки, и у нее, значит, на стене висит вот эта карта желаний, знаете? На этой карте желаний, значит, были пальмы, море, парень с девушкой, уходящий вдаль, ну, что-то еще там много всего хорошего, там она на троне, она там в платье, она там, ну, короче, ну, карта желаний. Каждая девушка хочет быть королевой, принцессой, там зависит. И, значит, я сижу, разговариваю с этой девушкой, у которой висит эта карта желаний, она такая говорит, это не моя карта желаний, это карта желаний моей сестры. Она ее сделала очень много лет, ну, давно, и она в это верила, она это представляла, она была этим беременная, как Янгичо, велосипедом, и получается, что она, работая в Одессе, мастером тату, по-моему, к ней приходит еврей, израилетянин, они там друг другу понравились, то есть вот эта картинка там парень с девушкой уходящей вдаль уже у нее сбылась, не знаю, как еще это на троне, я думаю, что, наверное, не очень, потому что Израиль и трон там, это немножко разные вещи, но, в общем, по-моему, когда началась война, он приехал, они сделали роспись, и он ее забрал в Израиль, то есть и море, и пальмы в ее жизни свершились, потому что она живет как раз там в городе, она, ну, сестра ей рассказала, возле моря. Работает Вера? Работает. Это пистис. Я верю, что моя карта желаний, она мне подходит, она правильная, и я буду ее провозглашать и в этом утверждаться. В чем отличие пистис от имуна? Вообще, когда мы говорим, не буду я открывать, ну, в общем, этот глагол на иврите, легамин, верить, когда ты сидишь в альпане, тебе сразу рассказывают, что к нему используются такие предлоги. Верить во что-то, можно верить в таблицу умножения, скажите, ну, нормально, или в карту желаний. А вообще в Торе этот глагол, он приводится только в подглагольном состоянии. То есть верить это состояние, это состояние сейчас, это то, что я делаю, и я верю, кому-то. Я сохраняю свою верность кому-то. И поэтому, даже когда мы говорим, я верующая, из 97-го года верующая, в моей жизни за это время произошло столько всего, столько было искушений, но когда я верящая Ему, верящая Богу, сегодня, я могу вам сказать, я сегодня Ему доверяю на 100%. Сегодня. Я не знаю, что будет завтра. Но это такой же глагол, как и любовь. Мы знаем, что любовь, ну, любовь, вот красивое существительное слово, сердечко, да, но мы знаем, что в Писании, в Новом Завете, когда мы читаем Коринфянам, там 13-й главу, да, мы видим, что это действие. То же самое касается слова имуна. Это не застывшее состояние, это не пистис, это не провозглашение. Встречаешь верующего человека и говоришь, как дела? Будет лучше. Я провозглашаю, будет лучше. Как дела? Я верю и провозглашение. И ты понимаешь, что человек не говорит живую веру, а он говорит, я верю и говорит про возглашение. Он понимает, что так правильно. Это догма. Это то, что это правильно, потому что оно правильно, потому что оно правильно. И я скажу, что мы периодически сами впадаем в такое искушение, вот, ну, как бы, я тоже самое. Вы думаете, я не верила, что я окажусь в Израиле? Я верила. Для меня это было вообще непоколебимое. Вера у меня была, что я буду в Израиле, что Бог, Он определил каждому еврею быть в Израиле. Это для меня была догма, обетование, какое-то такое, что это должно произойти. Думала ли я, когда я была на гуманитарном складе, в меня буквально в коробку запихивали макароны, мыло, какие-то там штуки. Я на гуманитарном складе стою и думаю, я в Израиле. Вот это хорошая догма. Когда я здесь провозглашала такую догму, что я буду головой, а не хвостом, блажение давать, а не брать, я всегда так жила. У меня действительно это все работало. Это была моя такая вера. Это было то, что меня было сложно поколебать, потому что, ну, вот такой я человек. Я на гуманитарном складе и мне в коробку пихают конфеты, печенье, а я понимаю, что мы приехали, а у нас нет ничего. А у меня больная мама, а у меня дети. И ты такой, Боже, где моя иммуна, где мой пистис, потому что это не должно было произойти со мной. Я приеду, я буду состоятельным человеком, я создам себе подушку безопасности. В общем, все у меня будет вот хорошо. Я стою на гуманитарном складе и понимаю, что Бог говорит, я могу поколебать любую догму в твоей жизни, но если ты доверяешь мне, у тебя все будет хорошо, потому что верующим в Него, действующим по Его благоволению, Он содействует ко благу. И когда ты идешь на работу, и это невысокооплачиваемая работа и не очень престижная, то есть твоя работа, твой друг не микрофон, красивая одежда, а когда твой друг швабра, и ты говоришь, Боже, что это? Где мой пистис? Я же провозглашала этот, я была беременна этим новым велосипедом, где мой новый велосипед? Почему, почему эта швабра рядом со мной? Но Он говорит, если у тебя есть иммуна, ле, адонай, все в твоей жизни будет хорошо. Амин? Амин. И поэтому, когда впадаем в различные искушения, что нам нужно делать? Радоваться. Амин. И я вам скажу, я хочу прочитать просто это местописание, как назидание уже, я думаю, нам надо заканчивать. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня помолились, потому что я вам обещала, что мы выучим новое слово иммуна. И вы знаете, есть такое, изучение языков ассоциаций, да? Какая ассоциация первая у вас? К этому слову. Иммунитет. Я пыталась найти какое-то что-то общее между этими словами, ничего нет общего, сразу вам скажу. Но есть слово иммунитет. Поэтому, когда в следующий раз вам, может быть, придется делать то, что вы не провозглашали в свою жизнь, может быть, когда в следующий раз у вас будет какое-то искушение пороптать, не знаю, там, что-то такое сделать, чтобы нарушить повеление Божье, я хочу, чтобы у вас был иммунитет. Чтобы это слово иммуна, оно просто поселилось внутри каждого сердца сейчас. И именно это иммуна, которая не застыла на уровне велосипеда, карты желаний, каких-то своих планов, а это иммуна, которая постоянно меняется, потому что нет догматов в иудаизме. Есть Шма Израэль, Адонай Лохену, Адонай Хад, Бог един. Мы в это верим. Если мы в это верим, то наша иммуна, она возрастает по мере того, как мы ходим в его присутствии. Когда мы впадаем в искушение, мы доверяем это иммуна, это не просто касается меня и моих желаний. Иммуна, она касается меня и его. А мы знаем, что верен, обещавший. Да, я не знаю, как это будет. Может быть, придется быть на гуманитарном складе, а может быть, придется еще попробовать какую-то другую специальность. Я не боюсь ничего, потому что я знаю, что иммуна, Ле, Адонай, она выведет меня туда, где я должна быть, чтобы я была проверенная, чтобы я была, чтобы моя вера, которая была испытана, чтобы я была совершенна. Потому что я ожидаю его присутствия. Я ожидаю, что рано или поздно я окажусь в его присутствии. Для меня это намного ценнее, чем, не знаю, пособия, которые мне где-то дадут. Для меня намного ценнее, чем дом, который я имею или который сейчас не имею. Намного ценнее его присутствие в моей жизни. Намного ценнее иммуна, которая сегодня, я вам сказала, мы перейдем из веры в веру. Мы перейдем и вот из этого застывшего состояния как дела. Будет лучше. Мы перейдем в доверие ему. И всегда запомните, пусть у вас будет этот иммунитет. Я не буду больше читать никаких написаний, я думаю, на этом достаточно. Я хочу, чтобы мы сейчас об этом помолились. Может быть, если вы имеете эту веру, которая застыла, прямо, знаете, застыла, потому что тяжело, я понимаю, что очень тяжело. Но, знаете, в Иерусалиме тогда было тоже жарко, кондиционеров не было, свет, света тоже не было и много чего не было. Я вам уже описала эту ситуацию, но у Иакова была иммуна для Адонай. Поэтому сегодня я предлагаю вам, если вы застыли в вашей вере и вам нужно обновление, перейти на этот новый уровень веры Ему не просто во что-то хорошее и мир во всем мире. Не будет так. Будет конкретно мир в вашем сердце, если вы доверяете Ему. Не будет у всех все хорошо, не будет полного благополучия, но если мы верим Ему, то у нас рождаются дела и мы идем к тем людям, которые в этом нуждаются. Это дальше Иаков пишет о том, что вера без дел мертва. Если вы вот сейчас хотите в этом получить обновление, мы с Васей, кто пастыря, служителя имеет право, мы можем помолиться за вас, вы можете выходить вперед. И я говорю не потому, что я это должна сказать, а потому, что я это переживаю. И вы знаете, что стих из Писания, что вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я воспринимала вот как это. Я уверена, что у меня будет новый велосипед. Я уверена, что у меня будет вот так, а не вот так. А я теперь понимаю, что уверенность в невидимом это уверенность Ле Адонай. Это в нем. А какой будет велосипед, он лучше знает, какой мне нужен велосипед. Может, мне трехколесный он нужен. А может, он мне вообще не нужен. Правда? Вы согласны со мной? Поэтому давайте перейдем сегодня в новое доверие к Нему. Новое доверие в Него, в котором нет ни тени перемен. И все, что Он начал, все, что Он начал в тебе, дорогой брат, дорогая сестра, Он завершит. И если тебе надо куда-то переместить и показать, что твоя вера, она вот тут вот в этой коробочке, а тебе нужно посмотреть дальше, Боже, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Как это будет, я не знаю, сказала Мирьям. Пришел ангел и говорит, все зачнешь сына. Она говорит, да будет воля Твоя. И положила его слова куда? в сердце свое. Помолимся. Авену Малкейну, поведи нас сейчас в этой молитве. Боже, я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты показал нам эти уголки нашего сердца, где, может быть, что-то застоялось, залежалось, засиделось, затвердело. Боже, Ты хочешь сделать наши сердца плотяными. Ты хочешь нас провести по этой жизни за правую руку. Ты хочешь личных отношений с Тобой. Боже, я знаю, что есть в нашей жизни место и для провозглашения Твоего Слова, Твоих обетований. Но я знаю, что все, что мертвое, оно нас убивает. Все, что не от Тебя, оно нас отдаляет от Тебя. Поэтому я прошу, прости, прости, Господь, где может быть не бодрствуем над словом, не бодрствуем в молитве, где начинаем роптать, где наше непонимание переходит в недоверие к Тебе. Боже, я верю, что Боже, когда мы находимся в Тебе, когда мы находимся с Тобой, то все нам содействует ко благу. И пройдя любое искушение, любое испытание, мы будем иметь это совершенство с Тобой и в Тебе. Мы будем иметь этот венец славы. И Ты переводишь нас сегодня из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Потому что Ты наш Бог, и Ты Бог мира, и Ты Бог славы. И Твое сердце обращено к любящим Тебя, к тем, кто ищет взаимоотношения с Тобой. Боже, помоги нашему неверию. Помоги нашему неверию. Мы нуждаемся в этом иммунитете. Анима Амина, анима Амин. Я знаю, Искупитель мой жив. Я верю в это. Я верю, что Он контролирует каждую секунду моей жизни. Ни один волос не упадет, если не будет Ему угодно. Он заботится о том, чтобы дождь шел. Он заботится о том, чтобы твоя жизнь была наполнена Его смыслом, Его благословениями. Пусть окна сейчас откроются. Не представляй себе, как это будет. Он знает, как это будет. Ищи только Его лица. Ищи просто желание Его сердца, чтобы оно соприкоснулось твоим сердцем. И будет тебе благо. Боже, мы доверяем твоему слову. Мы доверяем тебе, Авину, Авину Малкейну. Мелехаула, Бог, сотворивший небо и землю. Слава, слава, слава. Вся слава только тебе. Мы поклоняемся тебе. Мы доверяем тебе. Анима Аминали Адонай. Анима Аминали Ищу Ахамаши Анима Амина Что все благословения в тебе Ищу Ани Дай Аминь. Анима 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 Субтитры создавал DimaTorzok